Всем привет из-под Сузуки Наконец-то мы продолжаем ее заканчивать Остался полуфинальный этап Это обработка Перед окончательной досборкой И потом полировка Все, она готова По обработке сейчас вкратце расскажу Что сделано, чем будет делаться И что зачем Днище было вымыто еще изначально Днище, арки, колес Все с химией было вымыто Сейчас болгарка и щетка вручную Почищена, все, что можно почистить Все везде, куда вообще можно добраться Кузов, сам кузов В плачевном состоянии Именно когда, знаете, сегодня спустился под нее Поставил на козлики Я понял, почему ее люди слили Хоть машина и целая по кузову в плане аварий Она начала вся гнить То есть лонжированы все силовые части Они конкретно уже полностью Все под швы пошло Под все, 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 что можно Японцы что-то с клеем тут пожалели Клея фактически тут местами Так лежит чуть-чуть и все Никаких пластиковых защиток Снизу ничего тут нету Машина не обработана После покупки ни разу Поэтому она вот так вот полезла Это... Камера, соберись Это очень так Печальненько получается Потому что В принципе сделать с этим уже Даже если ее всю разобрать полностью До каждого болта Отдать на пескоструй Во всех вот этих соединениях Которые друг под друга заходят Там есть коррозия Ее оттуда никак не вытравить Поэтому Единственное, что остается здесь делать Это ее сейчас закрыть Преобразователями И закатать в Битумные составы Это хотя бы как-то Замедлит Скорость развития коррозии Уберет доступ влаги К уже Начатой коррозии И можно сказать Года 3-4 Машина еще точно поедет А потом надо Смотреть, наблюдать Что-то вскрывать Местами Какими местами То есть оно еще Нормально не отшелушивается Но уже видно Что где-то как-то Пытается лезть Клей С-под клея точнее Если кто-то Напишет и скажет Что это ерунда Это все можно попесочить Ноздрь себе Отпесочите Вот туда вы в жизни Никогда ничем не залезете А если вы туда Нахерачите песка Который оттуда не вытащите Вот эта вот дырка А песок гигроскопичен Вот эта вот зона Точнее Станет через год Полтора дыркой Поэтому лучшее Что можно в принципе Сделать Это хорошо помыть Схими Потому что обезжиривать Салфетками невозможно У меня есть вот такая вот Штуковина Это преобразователь Именно вот Для вот этих вот Вот этих вот Хорошо его перемешать Все почистить Что можно почистить И там где открытый металл Берем и проливаем То есть все Где я смог почистить Вот это надо попроливать После того как попроливаем Будем готовить Сейчас покажу что А еще Пооткрывал все дыры Которые есть Пробки все покидали пока на пол Это нужно для того Чтобы вначале Обработаем Плоскостя Тех до которых я не добрался Пока собирал двери То есть я пока собирал двери А там все что было Отверстия все Я их все обрабатываю Здесь остаток отверстия Пройти мобилю А остальное будем проходить То есть сначала все отверстия Мобилю Поплошные Такая была Просто накуплено много А остальное Именно состав Боди Я им давно работал Хороший состав Проверенный У него в составе Включены какие-то ингибиторы Тоже которые работают С открытым металлом Сохнет довольно таки быстро Завтра с утра Можно смело собирать Либо часа через 4 Но поскольку я делаю на ночь Завтра с утра Можно будет ставить подкрылки И нормально работать Наносится в 1-2 слоя Можно кистью даже наносить И Хорошая толстая Такое покрытие Которое когда высыхает К рукам не липнет А имеет адекватную жесткость И плюсом еще даже от камней защищать Прошло минут 30 Террасоновский Этот преобразователь Он высох Он блестит Прикольный такой И начинаем наносить Наносится Ну так полтора Друг за другом Слоя Самое главное Пролить очень хорошо Вот эти все заворота То есть Как бы Вот это тупо как делаю Знаете там Покрасили то что видно И все Это Это и все Самая задача Залить там где Стоит вода грязь И во все Канты в которых Стоит вода грязь Все остальное Во первых 70% Открыто Под крылком Этого просто Туда не видно И ничего не попадает Потом На вот этой зоне Как таковых Повреждений никаких нет И На ней ничего не держится А вот во всех Кантиках Там в уголочках Вот это Чем больше Ее туда забить Тем В этом случае Лучше Такое Вот это Закончили. Упражненица. Так, пока я там дальше додувал, минут 15 прошло, она уже такая себе на отлип. То есть, по крайней мере, не мажется полноценно. Но еще не совсем сухая. Пробки, в принципе, можно ставить уже. Они нормально уже становятся, не вымазываются, ничего. Руки не пачкают. И теперь, завтра, спокойно. Будем собирать подкрылки на места, как раз колес нет. Очень удобно сборку делать. Ставим подкрылки, занимаемся полировкой, собираем и все. Тут все готово. По поводу бака, сразу скажу. Те, кто хоть раз снимали бак на нормальных машинах, Во-первых, это долго, сложно, неудобно. Во-вторых, ты его снимаешь, там все чисто. Поэтому, как такова, обработка под баком, ну, если он снят, конечно, обработать можно, но снимать с этой целью бак, очень много шансов всякого попутно поломать, пока его снимешь. И в итоге, когда снял его, а там все чисто. То есть, обработка там не нужна. Все. На этом все. Посмотрим теперь на собранный готовый результат. На общую еще доделку у меня уйдет дня два. Так, ну что. Сузуки обработано. В принципе, там все собрано. Сейчас пойду покажу толщины, померяем. Давайте посмотрим, сколько именно краски, по краске. У меня программа насчитала, сколько я там всего разводил. По лаку у меня, значит, было. Так, у меня было. Раз, два, три. Три. Осталось две с половиной из шести. Это значит, три с половиной банки лака я вшарашил на машину. Это много, откровенно скажу. Потому что машина крашена без бамперов. Ну, бампера не лачились. Но с проемами, с всеми-всеми делами. С подкапоткой там припыленная. Ну, это особенности пистолета. Так, теперь краска. Чем удобна программа? Регистрация работ. Смотрим. Ну, берем там, нам май месяц не нужен. Ноль. Сейчас, сейчас, ух ты, блин, уже сентябрь месяц. Берем 0,8 месяц. И смотрим. Ой, нет, не с 30-го, а с 1-го. Короче, сейчас вбить дату надо правильно. Вбить дату. И смотрим. Значит, Volkswagen, да, все, и пошло. По Suzuki. Смотрим объемы. Раз, 575. Опять, это готовая краска. 2, 575. Потом Skoda я что-то делал. 3, 509. И 509. Сейчас я калькулятор возьму, сразу все поскладываю. 575 на 2. Плюс 1018 грамм. Смотрим, где еще. Вот Suzuki. 400. Плюс 400. И... И все, Suzuki больше нет. В этом месяце ничего не делали. Значит, готовой, готовой к применению краски 2,5 литра. Как я, в принципе, и ориентировался. Это серебро, это без бамперов. Были бампера, было где-то 3,2-3,3 литра готовой разведенной краски. Очень удобно контролировать себя с такой программой. Как себя, не только себя, а вообще. Расход. Потом какой-либо вернулась машина, да, там что-то переделывать надо, как Бэха сейчас стоит. Открыли программу, открыли ее код и восстановили спокойно, без проблем. По грунту, значит, что у нас? У нас... А у нас там уже ничего нету. Это одна банка. Одна банка, 2... Сколько тут? 2,5 литра. Это 3,2 почти килограмма. И еще где-то кило я вылил отдельно. То есть, 4 кило, грубо говоря, ушло у меня. Гринтифиллера. И эпоксида я заканчиваю. Где он есть или уже закончил. Короче, банку эпоксида почти сейчас шарашу. Нет, не банку. Меньше. По наждакам не считаю, потому что Кубитрон работает отлично, идеально. Да и все, в принципе. По расходу материала, как такового, что-то за рамки нормы выходящего не было. Кроме лака, разве что лак, сагула. Ну, она его пылит хорошо, но и много выливает. Элэска в плане базы, я считаю, очень экономная. Пойдемте теперь посмотрим, что у нас там с машиной. Ну, все. Сузуко готово. Все, что обработано, собрано на место. Жопа получилась красивая с этими черными значками. На солнце, я ее так поставил, чтобы можно было глянуть и на солнце, и в тени. Ну, по морде, такое чисто мое ощущение, вот теперь не хватает значка. Чуть-чуть, то есть на морде он пропал. Ну, то, каким он был, конечно, смотрелось не очень, так гораздо лучше. И в тени. Сейчас померяем толщину. Китайчонка этого попроверяли. Хороший аппарат за свои деньги. Поговорила с менеджером, он сказал, подписчикам. Я оставлю ссылку на сайт подписчикам по промокоду DetailingPaint. Будет скидон. Разных вариантов этого толщиномера. Ну, этого, вообще, этой компании толщиномера. Очень-очень много. Ну, так, в среднем, где ремонта не было до 200. Понятно, тут был ремонт. Ничего страшного. Ну, то есть 200, так, плюс-минус. Странно, что тут, тут же ничего не было. 247. Ну, ручная перетирка, есть ручная перетирка. Так или иначе, Рубанов выбирает какие-то свои огрехи, которые он видит. Даже при условии, что, в принципе, почти все было. Тут был ремонт. Ну, это нормально, в районе двухсотки. В районе двухсотки. В районе двухсотки. 152. Так, и тут у нас был ремонт. О, нормально. Попал, да? Все-таки подложено. Ну, тут и грунта подвалено. Так, чтобы смело... Нормуль. С колпаком проблем у меня не было, потому что я его снял весь до пластика. Сразу наперед, те, кто... Я просто не показывал. Те, кто красят RAV4, вот эти Сузуки, всякие там Тойоты, ну, с подобными шляпами. Будьте осторожны, снимайте все до пластика, потому что все рвет. Включая зеркала и вот эти вот крышки. Это проблемные элементы при покраске. И лучше перестраховаться и снять все до пластика сразу. Сейчас перевожу наклейки. Фен, свой клей остался. И феном надо подогреть здесь, чтобы все было красиво и ровно. И... Можно сказать, мы отдаем машину. Тем более, сейчас уже за ней едут. У меня так времени осталось маловастым. Все собралось, в принципе, неплохо. Днисто, что огорчает тут по морде. Фары не оригинальны. И у фары нету направляющей бампера. То есть, с той стороны есть направляющей, а с этой стороны нет. И чуть-чуть, получается, как бы вот тут вот зависает. Ну, бампер не оригинальный. Фары не оригинальны. На этом все. В принципе, рабочего времени автомобиль у меня отнял, ну, где-то... Где-то две недели. На этом все. Всем спасибо за внимание. Удачи. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok